Добрый день, зрители канала Рузбана! В данном видео мы собрали информацию о наиболее популярных способах удаления косточки из фруктов. Нам необходимо знать несколько нюансов. Если данный сорт позволяет удалить косточку в ручном режиме с помощью ножа, значит данный процесс можно автоматизировать. Нужно выполнить правило удалить косточку без ее разрушения и сохранить внешний товарный вид плода, чтобы можно было его дальше использовать в вашем технологическом процессе. Абрикос позволяет удалять косточку без дополнительных подготовительных процедур. Нам нужно направить абрикос на режущий нож, чтобы получить две половинки на вибростоле. Из половинок мы удалим косточку очень просто. Данная машина может подойти и для некоторых сортов сливы, если косточка легко удаляется от мякоти. Если же такая процедура не получается, то для сливы подходит машина, где есть матрица с определенным размером диаметром сливы и есть толкатель, который разрезает сливу пополам и выдавливает косточку. Обязательное условие необходимо калибровать, потому что платы, пластины с отверстиями, они подбираются под каждый диаметр сливы и толкатель подбирается под размер косточки. Но есть нюанс, нужно понимать, что кость может быть очень хрупкой и толкатель может ее разрушить и часть этой косточки может остаться в мякоти сливы, что недопустимо. Поэтому нужно четко смотреть, какой сорт позволяет работать, на каком способе удаления косточки. Обязательное условие это калибровка и, соответственно, платы подбираются и толкатели под каждый размер откалиброванной сливы. Персик. Важный момент на видео это автоматическое позиционирование персика, так как большая производительность и ручной труд был бы очень дорогим здесь. Вращается валик, который позволяет поставить персик вертикально оси толкателя и ножа, который будет дальше разрезать персик пополам и вынимать косточку. Разные способы существуют для персика. Машины, которые разрезают на две половинки и потом специальное оборудование, которое вынимает кость. Или вот такой немножко варварский способ, когда выталкивается вся сердцевина, выбивается вместе с косточкой и, конечно, с большим количеством мякоти. Но тут вопрос конечного продукта. Вот аппарат после разрезания, который уже из половинки вынимает косточку, вернее, он ее обрезает от мякоти, так как в персике косточка очень сильно врастает в мякоть и ее удалить не так просто. И специальное решение есть, которое обрезает эту косточку уже из половинки. Но несколько операций необходимо сделать. Сначала разрезать, потом положить половинку и потом машина еще должна ее вынуть. Наиболее популярная машина для персиков, это одновременно мы делаем разрез двух половинок и вот такая вот вилкообразная сверху и снизу конструкция, которая входит косточки и делает вращательное движение вокруг своей оси. Тем самым очищает косточку от мякоти и дает возможность ей отделиться. На данном видео это хорошо видно и понятно. В чем был интерес записи данного видео? Очень часто заказчики воспринимают машину по удалению косточек как универсальное устройство, на котором можно работать с любым продуктом. Ну, вроде бы внешне по размеру фрукты между собой похожи, ну и косточка также. Вот видите, здесь происходит вращение снизу и сверху и тем самым мякоть отделяется от косточки. И у нас получается чистая половинка и отдельно косточка здесь. Важный способ для персиков очистка от кожуры. Нам необходимо сначала удалить косточку, а потом половинки подать в такую специальную конструкцию. Мы называем модернизированный бланширователь. Отдаленно он похож на него по конструктиву. Есть лента, которая погружается в раствор каустической соды. Подается туда горячая вода, подается пар. В нагреве каустической соды происходит такой кипящий щелочной раствор, который обрабатывает протопектин кожуры. Подвергается он расщеплению и эта связь кожицы с клетками мякоти нарушается. Она легко отделяется уже смываясь водой. Это один из способов по удалению кожуры у персиков. Важный момент, что нам необходимо сначала удалить у персика косточку, а только потом уже провести его очистку. Вторая процедура или второй способ очистки это с помощью паровой очистительной машины, которая на самом деле довольно-таки универсальна и применяется для большого количества овощей и фруктов. В данном случае здесь можно и яблоко почистить, и картошку, и свекла, и тыква. В данном случае был такой вот видеофильм снят, где на производстве по организации сушки овощей привезли партию персиков и продемонстрировали, как в паровой машине возможно сделать очистку от кожуры. Но данное видео показывает очистку цельного плода. На самом деле нам необходимо также сначала удалить косточку, соответственно разрезать персик на две половинки, и только после этого эти половинки помещаются в данную паровую очистительную машину. Туда подается пар порядка 14 бар давления, бочка вращается, пар огибает и обнимает все плоды, которые находятся внутри этой бочки со всех сторон, чтобы равномерно сделать нагрев. Потом резко сбрасывается давление, от того, что оно резко сбрасывается, происходит кипение этого поверхностного слоя под кожурой, она взрывается, и потом легко в воде эта кожура уже удаляется. Но почему? Видите, вот в одной руке он держит персик еще не очищенный, он очень сильно шершавый, и вот те, которые очищены, они все гладкие. Это связано с тем, что машина по автоматическому позиционированию персика вертикально вверх, она имеет конструкцию, такой валик, который вращается и попадает в углубление персика. Пока вот он не попадет, он будет его вращать. Вот видите, на данном видео показано, как происходит позиционирование. Так вот, если у нас будет персик уже очищенный, то гладкая поверхность не даст быстро прокрутить и поставить вертикально данный плод. Поэтому сначала мы его должны разделить косточку, а только после этого уже сделать процедуру очистки. Вишня. Так как вишня у нас работает на машине с помощью матрицы и толкателя, обязательно условие необходимо ее откалибровать. Точно так же, как и сливы, если бы она работала здесь. Это одни и те же машины, только разные плата, разного диаметра и разные толкатели. Или с разрезом нож, или просто как у вишни, в данном случае мы выталкиваем. Откалиброванная вишня подается на отдельные машины. В этих машинах уже поставлены плиты с диаметром тем, который подходит именно от калибровщика сюда. И соответственно, такого же размера подобран толкатель, который выдавливает косточку из вишни, сохраняя цельность плода. Только получается сквозное отверстие, ну и косточка выходит на вылет здесь. Нам важно знать, какой сорт вишни, потому что подбирается толкатель того диаметра, которого будет размер косточки. Чтобы косточку четко выдавливать, а не ломать в данной матрице. Обращайтесь в компанию Рузбана. Мы с удовольствием подберем оборудование для вашего технологического процесса. То ли это будет консервное производство, заморозка или сушка, или производство каких-либо других продуктов из прекрасных фруктов, которых необходимо удалить косточку, и для других продуктов.